всем привет вы находитесь на канале про деньги рынке дмитрий шеф сегодня у нас воскресенье давайте с вами посмотрим рынок посмотрим бумаги ну и соответственно попробуем с вами спрогнозировать на следующую неделю что собственно от рынка нам ожидать как обычно смотрите это видео до конца не перематывая вам все станет предельно понятно но чтобы не пропускать новые выпуски обязательно подписывайтесь на этот канал нажимайте рядом с кнопочкой подписаться колокольчик чтобы вам приходили автоматические уведомления чтобы но выпуске вы не пропустили кстати хочу напомнить о уникальной акции у тинькофф банка по кредитной карте тинькофф платен специально для вас для жителей моего канала предоставлена крутейшая возможность заказав данную карту по моей ссылочке под видео описание вы получите бонус виде бесплатное обслуживание на седа и кэшбэка аж целых три тысячи рублей при соблюдении всего лишь одного простого условия потратить данной карты расплачиваясь 7000 рублей на ваши привычные покупки в магазине как только в эту трату совершаете вам обратно возвращается 3000 рублей кэшбэк рублями на карту и подключается вечное бесплатное обслуживание навсегда кроме данного бонуса у карты есть огромнейшее преимущество это и переводы до 50 тысяч в месяц на карты других банков без комиссий пополнение карты бесплатно через сеть партнершов банка по всей россии и бесплатная доставка по всей россии вам даже ехать до этой карты никуда не нужно сотрудник банка абсолютно бесплатно вам доставит до вашего адреса и если вы успеете заказать данную карту до 30 ноября то у вас есть крутая возможность выбрать дизайн вашей карты с понравившимся животным все это делается в заявление выбирается аватарка вам понравишься и подается заявление кстати мой промо код вы можете наблюдать внизу данного заявления и здесь собственно и прописаны условия данной акции при подаче данного заявления по моей ссылке соответственно этот промо код будет активирован акция по времени ограничена поэтому чтобы успеть ей воспользоваться прямо сейчас проходите по ссылочке и успеваете ее заказать и так традиционно с вами начнем с индекса московской бирже который в пятницу у нас попытался скорректироваться на общем фоне корректировался он и на укрепление рубля и на снижение котировок нефти но буквально к вечеру у нас и нефть и рубль развернулись вверх соответственно это дало поддержку нашим бумагам наши бумаги начали это скажем покупать от купать в надежде защиты от инфляции ну и соответственно откупать шорты которые наращивали еще на открытии пятничных торговых пятничной торговой сессии и так технической точки зрения у нас здесь по-прежнему широкий боковик 3300 и широком боковике также есть узкий боковик отметим его вот таким вот образом как мы с вами определяем уровне но мы видим что на текущем уровне у нас неоднократно цена касалась и котировки уходили вверх последним тестом данной до данного уровня поддержки у нас служила свеча от 12 октября пятницу мы немножко не дошли до этого уровня и нас начали от купать произошло это на резком развороте рубля весь рынок наш российский собственно рост на девальвации рубля ранее ну и соответственно при укреплении рубля он себя чувствует достаточно слабо тем более параллельно с укреплением рубля и снижались котировки нефти давайте обсудим с вами на чем же собственно снижались котировки нефти что стоит ждать от валютной пары рубль доллар собственно эти главные моменты которые влияют на наш российский рынок а в целом же мы закрылись на уровень 3200 что вселяет надежду на отсутствие дальнейшего снижения к уровню 3110 соответственно пока мы находимся в узком диапазоне 3110 тире а вернее 3200 тире 3300 то есть в этом узком диапазоне что касаемо нефти нефть у нас находится в снижающемся канале мы видим как четко достаточно технично отрабатывается данный канал в пятницу я свою позицию по нефти long закрыл потому что не хотел на выходные оставлять но что с технической точки зрения здесь достаточно хорошо прослеживается сломом нисходящей тенденции будет перебить и вот этого уровня это уровень 84 доллар за баррель марки brent я имею ввиду фьючерс пока что мы ходим в рамках данного канала соответственно от нижней границы до его верхней границы которые находятся в районе 82 что с фундаментальной точки зрения мы все сами прекрасно знаем что в ближайшее время в двадцатых числах произойдет заседание стран опек заседания на котором будет скорее все какие-то заявления либо поддержание ограничение добычи на прежнем уровне либо дальнейшее сокращение но здесь такой странный казус казус доказалось бы которые но в некотором роде может негативно отказаться на нефти в будущем смотрите сейчас казалось бы и саудиты и россия насколько могла сократила добычу нефти до вплоть до конца текущего года но мы видим что в реалии это не особо помогает котировкам на текущий момент хотя опек сообщил о том что будет придерживаться плана да и пытаться удержать нефть не ниже 80 долларов а именно не даст падать котировка мне эти нефти ниже 80 долларов но здесь странная ситуация в то время когда россия и саудит и саудиты и с ценам опек плюс сокращают добычу казалось бы до тех возможных размеров которые будет так скажем для всех стран опек допустимо в эту свою очередь сша наращивает добычу к тому же мы все сами прекрасно помню что что сша сняли санкции с венесуэлы и соответственно венесуэла также пытается влить объемы свои нефти вы и здесь вот как раз таки в этом заключается главное главное опасение главная проблема в то время как страны опек сокращают добычу в это время на рынок во первых наращивать добычу сша во вторых венесуэла сша сняли ограничения с венесуэлы но и если сша договорятся с тем же самым ираном соответственно здесь также дополнительные объемы пойдут в рынок и в то время как россия и страны опек находятся так скажем на пике своем возможном сокращении вот этот дефицит нефти за счет которого пытаются ограничить цены для снижения да по нефти в то время этот объем замещается и сша и другими странами и здесь может возникнуть коллапс да в котором уже за счет снижения добычи возможного невозможно будет регулировать собственно цены и тогда вот начнется тот именно нефтяной кризис да и в моменте цены могут обвалиться когда он наступит конечно же здесь никто сказать не может но постоянно сокращение постоянно сокращать нефть страны опек естественно не смогут потому что нет смысла там скажем ниже какого-то предела допустимого снижать котировки нефти чтобы недополучать тот самый доход от нефти но от нефтяного экспорта вот поэтому я вот на самом деле вижу здесь достаточно серьезный кризисный момент который может случиться в ближайшем времени до исходя из той логики которую я с вами сейчас проговорил она естественно текущее поддержание котировок на акцион на заседании опек возможно будет поэтому все внимание я бы как раз таки по нефти именно смотрел на заседание пик какие меры будут там приняты будет ли дальнейшее сокращение вот не факт что сокращение она фактически происходит и это уже не так неоднократно отмечалось да по факту мы видим что сокращение идет только на словесном уровне по факту практически да эти объемы полностью по сокращению не выполняются но естественно на игроков это делает особо дает так скажем основанием давление да соответственно игроки для игроков важно как раз таки вот это словесное сокращение да для того чтобы скупать нефть это что касаемо нефти по валюте смотрите у нас в пятницу удержался уровень уровень на 88 75 и от него начались снова покупки фактически мы приблизились к уровню 90 который ранее мы пробили что в целом если мы смотрим по фундаменталу влияет на укрепление рубля если мы с вами знаем что правительство обязала наших экспортеров продавать валютную выручку соответственно это в большей части давит на валюту и укрепляет рубль но я бы хотел внимание ваш обратить на статистику по платежному балансу от центрального банка это кроме тех факторов которые я озвучил в предыдущих видео а это продажа валютной выручки второй фактор это тот что валюту меньше покупают так как у нас идет поднять отставки ключевой да с тем самым наша валюта дорожает по отношению к другим валютам соответственно валюта начинает продавать иностранную и покупать рубли и на эти рубли покупать те же самые офезе которые дают сейчас неплохую доходность ну и соответственно большая часть игроков которые инвестировали в американский рынок в связи с блокировкой спб биржи естественно иностранные акции начинают продавать и тем самым инвестировать в наш рынок покупая для эту для этого то скажем рубли обменивая валюту на рубли но это те второстепенные факторы которые я озвучил ранее что касаемо платежного баланса а есть некоторые статистические данные дам от центрального банка за октябрь платежный баланс получился профицитный профицит 11 миллиардов рублей а средняя с начала года составляла около пяти миллиардов рублей откуда собственно вопрос взялся профицит и здесь для ответа нужно обратиться как раз таки к экспорту и импорту так вот экспорт у получается улучшился импорт снизился на снижение импорта по большей части у нас произошло на фоне ввоза автомобиля но я думаю ни для кого не секрет это уже неоднократно обсуждалось в интернете касательно утилизационного сбора а именно ранее платили утилизационный сбор там скажем три пять тысяч сейчас миллион полтора на этом фоне соответственно и снизился импорт за счет ввоза автомобилей но здесь встает вопрос насколько эти показатели они будут стабильны здесь тогда нужно обратить внимание на наших производителей автомобилей и мы с вами если посмотрим на наших производителей то мы видим что наши производители не могут обеспечить спрос которые есть внутри страны взять тот же автоваз который в очередной раз поднял цены на автомобиле так как спрос растет а произвести на то чтобы этот спрос погасить просто напросто нет ресурсов и вот здесь как раз таки из этого можно сделать вывод что в любом случае вот эта ситуация она не будет постоянно она не будет стабильной ввиду сокращения импорта естественно возможно какие то варианты сейчас будет правительство решать касательно этого утилизационного сбора потому что очень много людей просто напросто попали в такую кабалу в связи с этим да так как это все произошло неожиданно мы все с вами знаем что поставка автомобиля она проходит там порядка 1-2 месяцев соответственно за время поставки даже да вот эта ситуация может неоднократно меняться соответственно многие здесь попали в такую кабалу и соответственно здесь можно с уверенностью сказать что эта ситуация она не будет стабильной импорт рано или поздно будет восстанавливаться так как наш внутренний производитель не может так скажем погасить тот спрос который сейчас в реальности существует а соответственно раз не могут погасить спрос что нужно делать повышать цены на имеющийся автомобиль что собственно мы с вами и наблюдаем то есть сейчас реально автомобиль становится уже не средством передвижения а какой-то роскошью ну и технической точки зрения я уже показывал да ранее мы пробили трендовую линию и технической точки зрения правильно было бы эту трендовую тестить снизу то есть фактически по технике мы должны были бы отскочить вот на этот уровень и оттестить данную трендовую с нижней снизу да то есть в район 94 рублей за одну американскую валюту ну и естественно пока что на самом деле вот тот диапазон который мы видим это по-прежнему такой широкий боковик уровень 90-100 тем более на уровне 100 мы оставили такой большой гэп который будем рано или поздно закрывать спекулянты я думаю этот диапазон обязательно от тестит но и опять же если возвращаясь к котировкам нефти здесь такой фактор как эскалация конфликта на ближнем востоке мы видим что эскалация она особо не развивается и соответственно вот этот фактор который мог бы взвинтить цены на чёрное золото к 100 долларам за марку бренд за баррель пока что эта ситуация она откладывается так как эскалации по факту мы особо никакой с вами не наблюдаем и соответственно здесь не будет в связи с этим того дефицита который ожидали при возникновении данной ситуации ну и собственно говоря какие бумаги будут в фокусе на фоне отскакивающейся нефти отскока нашей валюты девальвации рубля в первую очередь это нефтяные нефтегазовые компании то же самое сургут нефтегаз который пока что находится в своем восходящем канале на текущей неделе в инвесторском клубе в закрытом эту бумагу уже неоднократно отторговалась и достаточно неплохо было заработано я бы наверное дождался здесь отчета я в принципе дождусь отчета скорее всего на следующей неделе отчет будет и уже по факту отчета можно будет ну спекулятивной позиции фиксировать хотя потенциал роста по данной бумаге исходя из дивидендной доходности здесь еще имеет место быть до 65-70 на мой опять же взгляд это не инвестиционная какая рекомендация я лишь констатирую факты касательно дивидендной доходности ну вот но а спекулятивно на отчете я думаю что можно будет зафиксировать и котировки скорее всего превысят отметку 60 рублей отчет я думаю что будет достаточно неплохой за 3 квартал и мы видим с вами по консенсусу и кубышка растет и повлияло на доходы конечно же девальвация рубля и рублевые активы на депозитах в связи с высокой ставкой рефинансированной достаточно неплохо зарабатывают то есть со всех сторон как бы сургут нефтегаза и от основной деятельности доход и от валютной кубышки и от рублевых накоплений также идет доход в связи с высокой ставкой центрального банка соответственно и высокими ставками по депозитам а также высоким курсом доллара это для валютной кубышки и также высокими ценами на нефть для основного бизнеса данной компании то есть со всех сторон в принципе у данной компании достаточно благоприятные сложились обстоятельства для получения прибыли а также зафиксировал лукойл в пятницу не стал ждать дальше здесь у нас есть некие коррекционные коррекционное движение есть у нас трендовое сопротивление до которой мы в пятницу буквально дошли опять же все это связано на отскоки по нефти то есть мы видим график того самого лукойла достаточно четко коррелируется с нефтью аналогичная свеча ну и соответственно девальвация рубля также сыграла свою роль здесь я бы лично следил с технической точки зрения за данной линии сопротивления если мы ее не будем пробивать соответственно мы пойдем на дальнейшую коррекцию мои ожидания это район 7000 то есть у нас здесь восходящий канал в рамках которого мы видим что техническое технически очень даже неплохо бумага ходит полностью отрабатывает данный канал тем более дивидендная доходность по данной компании находится достаточно не на плохом уровне но опять же исходя из тех данных которые мы с вами имеем дивидендная доходность здесь порядка 14% и дивиденд в рублевом эквиваленте может составить там 1000-1050 рублей поэтому я бы обращал внимание как раз таки на эти точки при выборе данной бумаги и выборе точки входа по данной бумаге в целом мы можем здесь с вами наблюдать некий коррекционный флаг в рамках которого бумага выйдет но соответственно при пробитии данного флага вверх мы с вами уверен достаточно неплохое движение вверх в таком вот восходящем канале мы вот такой коррекционный флаг да уже неоднократно наблюдали соответственно выход из него дает далее импульс следующий вверх то что здесь можно отметить во первых у нас нисходящая трендовая линия которая является сопротивлением мы они уже два раза бились и отскакивали вниз и при этом у нас есть поддержка на уровне 269-270 поэтому если мы с вами рассматриваем точку входа по данной бумаге в лонг то здесь их две да два возможных варианта первое это точка входа от 270 с ближайшей целью 280 либо при пробитии данной трендовой нисходящей как только эту тренду пробивает соответственно здесь также будет точка входа на лонг пока что мы видим идет сужение треугольника так называемого вот и по факту пока цена ходит в рамках данного треугольника я бы посмотрел за исходом данной ситуации куда в какую сторону треугольник будет пробиваться возможно при неизменном так скажем дивидендном при неизменной дивидендной политике компания к следующим дивидендам пробьет все такую эту трендовую и устремится на первые так скажем сопротивление в район 300 а может и закроет тот дивидендный гэп который она оставила но в любом случае бумагу достаточно сильно разогнали на прошлые дивидендные выплаты соответственно на хаи данного боковика по факту у компании достаточно большой боковик это 200-350 есть узкий боковик 250-350 и есть еще одна так скажем линия сопротивления на уровне 300 я на самом деле был удивлен что бумагу настолько сильно разогнали предыдущим дивидендом поэтому кто на дивиденды оставался сейчас достаточно под большим так скажем вопросом а будет ли дивидендный гэп закрывать следующим дивидендным выплатам далее еще из нефтянки что интересно компания башнефть в превке когда компания еще была на уровень 1400 я говорил на тот момент да писал что так как за первое полгода компания заработала порядка 100 рублей за одну акцию дивидендами то по итогу года дивиденды могут оказаться в районе 200 рублей и на этом фоне мы вполне вероятно дойдем уже до предыдущих хайов на уровень 1750 то есть по факту мы видим восходящая тенденция здесь продолжается и по факту компания может заплатить даже свыше 200 рублей дивидендами да что еще дает некий запас прочности для роста но здесь опять же покупать я бы уже конечно же не стал здесь мы подходим уже таким локальным максимумом от которых бумага достаточно неплохо получила откат на предыдущих дивидендах здесь бы я уже точно покупать не стал а возможно если бумага у меня была искал бы точки для выхода из данной позиции сегежа очень нудная бумага очень такая мерзко пакостная да которая обновляет но у сегежа достаточно сейчас много проблем хотя мы видим что после пробития предыдущих минимумов бумага зашла снова на данную поддержку у сегежа во первых и долговая нагрузка во вторых цены на пиломатериал на которую сетовали руководство что компания воспрянет если цены на пиломатериал будут расти но по факту мы видим что цены находятся на своих лаях и в третьих немаловажный факт что для компании достаточно существенную долю в затратах как раз таки и формируют затраты на логистику переформатирование с европейского рынка на азиатские и мы недавно это видели с вами да когда поясняли в новостях о том что поставки на на рынок той же самой индии является достаточно затратными и не рентабельными естественно мы сами помним что и прошлом году летом когда правительство выделяли виде выделяли субсидию данной компании все эти деньги ушли как раз таки на на про на по на покрытие издержек на логистику соответственно пока не будут какие-то выходы из данной ситуации приведены у компании в этом плане рентабельности рентабельности продаж ничего не поменяется поэтому здесь и речь уже шла недавно о возможной доп эмиссии для того чтобы покрыть вот эти затраты текущие вот но пока что компания взяла паузу и возможно избежит данной доп эмиссии но опять же скорее всего бумагу на этом инсайде и сливали ниже 5 рублей а вообще если мы смотрим с вами бумаги которые имеют достаточно большую долговую нагрузку большой долг который грозит рано или поздно возможным дефолтом да я бы отметить хотел некоторые компании это м-видео ну а те компании в отношении которых нужно быть предельно осторожным это м-видео сегежа ВК КАМАЗ и самолет то есть эти компании имеют достаточно большую долговую нагрузку которая в ближайшем там в будущем да возможно некими дефолтными состояниями то есть я в отношении компании внимательно бы к ним присматривался с осторожностью вернее ну и многими любимый Газпром которые последнее время достаточно нудны в пятницу снова протестировал поддержку 165 от которой бумагу откупили по факту та трендовая которая у нас имеется да она выдержала проколов 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 то скажем данную поддержку мы видим что снова бумагу откупили в целом если мы с вами рассматриваем данную компанию которая сейчас стоит ниже своих чистых активов что достаточно странно да то есть это даже тот фактор по минимум которому да можно эту бумагу покупать опять же это не инвестиционная никакая идея естественно у Газпрома сейчас по факту именно сейчас да нет никаких драйверов для того чтобы он рос прямо сейчас но по факту если мы с вами опять же коснемся той же геополитики да если тот кризисный момент касательно Украины подойдет концу то естественно у нас есть некоторые сектора которые пострадают от этого а некоторые сектора которые наоборот воспрянут и Газпром это та голубая фишка которая несмотря на то что все ее сейчас гнобят все и пророчат уход на 140 на 120 имеет достаточно большой потенциал в этом случае если мы с вами увидим окончание вот это конфликта да с Украиной соответственно нам снова придут та же самая Европа вернется да хотя сейчас Миллер также отмечал что Европа многие страны европейские продолжают покупать наш Газ естественно вернуться за на переговоры относительно наших дешевых энергоресурсов и ресурсов так как никто не хочет покупать дорогие так скажем американские дорогой американский СПГ который подается там в 2-3 раза дороже естественно у нас все те нити у Газпрома которые казалось бы сейчас не трудоспособны там скажем северный поток хотя одна из нитей возможно еще трудоспособна это все достаточно быстро восстановит и Газпром будет главным бенефициаром вот всей этой ситуации если она придет к завершению а вот те сектора которые пострадают этого это конечно же IT сектор то есть на рынок снова начнут возвращаться IT компании медиаресурсы которые снова вытеснят с рынка наши главные фишки которые сейчас во студиях конкурентов такие стали монополисты это и i-позитив в первую очередь я бы его сразу продавал и тот же самый ВК будет достаточно под большим давлением потому что это на самом деле абсолютно не эффективная сейчас компания в плане управления и рентабельности и соответственно абсолютно не удобно в плане пользования в данной соцсети вот поэтому IT сектор главный пострадает от развития завершения данной ситуации ну а Газпром будет главным бенефициаром поэтому я покупаю и буду Газпром покупать если даже он будет снижаться ну а если он заплатит дивиденды на следующем дивидендном сезоне я думаю что он заплатит да хотя многие говорят что Газпром по идее не нужно выплачивать вот поэтому если он заплатит то бумагу переоценят на уровень 195 200 вот в этом диапазоне также касательно 12 пакета санкции в пятницу в итоге не было анонсирования данного пакета хотя речь уже шла о некоторых моментах касательно данного пакета поэтому одной из важных также новостной линейкой будет объявление санкционной риторики в отношении 12 пакета и собственно разъяснения с чего коснется данная санкционная риторика и в каких объемах на что она повлияет поэтому следующая неделя будет достаточно интересная будем с вами смотреть за смотреть за развитием как раз таки ситуация на нашем российском рынке под давлением многих факторов но и соответственно на более таком глобальном уровне ожидаемо событие главное это конечно же заседание центрального банка которое произойдет уже по моему 20 декабря то есть последнее заседание в этом году на котором решится касательно ключевой ставки ребят вот такой вот небольшой обзор подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии что вы думаете по этому поводу все ссылки находятся под видеоописание первая ссылка это подписка на закрытый инвесторский клуб где я пишу свою аналитику в режиме онлайн то что я покупаю на какие объемы вторая ссылка это заказ карты тинков платиновым скетчбеком 3000 рублей бесплатным обслужением причем сейчас по акции вы можете выбрать на аватарку да до своей карты одно из изображений животных это достаточно эксклюзивный вариант да поэтому чтобы успеть заказывайте по ссылочке данную карту и успевайте заказать себе с таким крутым изображением причем выбрать животное вы можете самостоятельно при заказе карты акция по времени ограничена но и третья ссылка это подписка на бесплатный телеграм-канал новостной где я выкладываю всю важную информацию очень полезно для всех инвесторов ну а с вами был Дмитрий Шеф всем удачных торгов завтра я в режиме онлайн опять же буду находиться в своем инвесторском клубе соответственно увидимся с подписчиками там всем удачи всем пока пока пока